Как мы только что рассказали, китайская марка Лифан не пережила этот непростой год. Между тем, в полку у бывших грядет еще одно пополнение. Заявление о банкротстве подал совет директоров Санг Йонга. Корейская компания, на три четверти принадлежащая индийской махиндре, генерирует убытки 15 кварталов подряд. Пандемия обрушила продажи на 20%, и в итоге Санг Йонг накопил перед банками долгов на 50 миллионов долларов. Не так уж много по меркам индустрии, но покрывать долг нечем. А махиндра помогать своей дочерней фирме отказывается. Если повезет, то проблему решит южнокорейское министерство торговли. В его власти отложить банкротство, а также поддержать переговоры между должником и кредиторами. Между тем, для полуживой компании продолжаются активные поиски инвестора, который захотел бы целиком или частично выкупить долю махиндры. Но слухи, будто активом заинтересовались китайские Джили и Биуайди, не подтвердились. Напомним, что из России Санг Йонг сбежал еще два года назад, когда дилеры распродали последние машины. Тогда дистрибьютором бренда была группа Солерс, которая провалила сотрудничество с Фиатом и легковыми Фордами. А теперь делает коммерческие Форды, запускает производство Ауросов и мучительно модернизирует устаревающие УАЗы. А ведь можно было бы помечтать. Скажем, Солерс выкупает пакет махиндры и в Россию переезжает производство современных внедорожников и кроссоверов. Но это только наши фантазии, которым едва ли суждено сбыться. Теоретически профинансировать покупку Санг Йонга по силам нашему Сберу, недавно утратившему приставку банк. Особенно учитывая тот факт, что компания вдруг решила создать свой собственный беспилотник. За разработку автомобиля без водителя отвечает подразделение СберАвтотех, которое появилось только весной. Сейчас готова первая серия машин, при том они уже вовсюкались от по улицам российской столицы. Беспилотники созданы на базе Киа Сид. В эксперименте принимают участие всего несколько машин, которые легко опознать по надстройке на крыше. До конца 2020 года количество прототипов увеличится до 10. Очевидно, что главным соперником Сбера станет Яндекс. Последний занимается беспилотной темой больше 4 лет. Сейчас автопарк Яндекса состоит из 130 автомобилей, которые ездят по дорогам России, США и Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...